болгарская сказка мальчик который хотел учиться у одного крестьянина имелся единственный сын сам он был беден но как-то перебивался вот пошел мальчик в школу закончил 4 класса отец хотел забрать его из школы но сын был умный и хотел учиться дальше заботливый отец не стал его расхолаживать дал закончить школу ну сынок теперь твоя наука закончилась будешь работать и меня кормить не с чего больше тебя учить получи папа меня еще немного очень мне хочется учиться дальше подумал отец подумал и согласился что делать любил он своего сына продал все имущество последний клочок земли продал лишь бы сын закончил и высшую школу остались у него только дом двор и во дворе орех закончил высшую школу сын отправился домой когда проходил через какой-то город услышал свирель играли так хорошо что красивее быть не может парень слушал слушал а потом пошел свою деревню пришел отец встретил его с большой радостью сказал сыну ну сынок теперь ты ученый тебе хорошо а я расправлял все и вся берись скорее за работу нет папа я буду еще учиться знаю ты бедствовал но потерпи еще немного я выучу еще одну науку прошу тебя сделай все что можешь чтобы я закончил еще одну школу отец с ним поссорился да куда денешься денешься слишком уж любил он сына снова уступил продал и дом и двор а деньги отдал сыну только орех себе оставил так и договорился с покупателем что орех остается ему продавал орехи и тем кормился а сын научился играть на свирели который услышал когда возвращался домой опять пришел к отцу и сказал спасибо тебе папа все что я хотел я уже изучил теперь прошу тебя сруби ореха и сделай мне из него свирель на которой я научился играть отец совсем расстроился ты меня совсем не жалеешь на что я жить буду у меня только осталось что-то орех если его продадим то придется уже с голоду умирать не мог расхолодить сына согласился и срубили они дерево делали сделали из ореха свирель как заиграл парень на той свирели все вокруг заплясало дерево камни живое и мертвое парень играл веселил людей но есть им было нечего не осталось ни имущества ни денег и они с отцом голодали сердобольные люди давали время от времени кусок хлеба и надоело отцу попрошайничать и голодать думал он думал разозлился и решил продать своего сына в те времена еще продавали людей чем так голодать сказал отец лучше я его продам зачем он ни разу не может прокормить отца на старости парню было обидно но он согласился на следующий день как раз был базар отец отвел парня в город на рынок и начал бить барабан и помещаем а вот товар ученый парень набежали купцы обступили их начался торг тут был очень богатый купец из чужой страны он дал больше всех и купил парня а тот сказал купцу ладно ты богат и сейчас купил меня но смотри как бы потом не покаялся не покупаю мне и себя парень попрощался с отцом и пошел за купцом пришли на пристань поднялись на большой корабль принадлежавший тому же купцу богатей сел за стол и написал жене письмо посылаю тебе крепкого парня прикажи выпрыть лошадь крутящую колесо мельницы из сукновальной машины и впряги его пусть крутит колесо пока не наберется еще немного ума потому что слишком гонора у него много отдал письмо капитану и приказал отвезти парня домой передать жене по дороге капитан сел играть в карты с офицером играли они играли и офицер переиграл капитана забрал все его деньги капитан поставил на карту даже корабль хотя корабль был не его а парень следил за ними он понял что капитан потеряет и корабль и попросил играть вместо него чтобы победить офицером капитан согласился и уступил место стали играть парень и офицер играли играли и парень победил офицера вот и деньги капитану вернул потом выиграл и саблю офицеру наконец офицер заложил свою одежду и и проиграл остался голый посмотрел вокруг диким зором и прыгнул в море а парень отдал все капитану капитан поблагодарил его и спросил чем он может оплатить парню за все что он для него сделал парень не захотел ничего попросил только письмо который богатый написал жене капитан отдал от письмо парень это письмо порвал и написал другое покупаю этого парня и посылаю тебе зятя свадьбу справляйте без меня я еще надолго задержусь по торговым делам так написал парень жене богача запечатал письмо и отдал его капитану приплыли они в чужую страну их встретила купцова жена капитан отдал ей письмо она прочитала и обрадовалась взяла парня привела в дом шил ему дорогие наряды а потом показала своей дочери вот он будет твоим мужем так хочет отец сказала мать девушка была очень хорошая парню понравилось а парень понравился ей они сыграли пышную свадьбу ели пили веселились на радостях парень заиграл на свирели все вокруг заплясала и старое и молодое и живое и неживое звуки свирели донеслись и до царя и он также растанцевался танцевал танцевал пока свирель играла когда музыка перестала царь захотел увидеть свирельщика привели к нему парня царь спросил откуда он пришел и где научился так хорошо играть что танцует и живое и неживое парень рассказал ему все царь спросил чего он желает награду с такое чудесное искусство парень ничего не желал попросил только пусть царь издаст указ чтобы его государстве 40 дней никто не стрелял ему было сказано что если после свадьбы программит выстрел он умрет царь исполнил его желание выдал такой указ прошло две недели возвращается купец а он имел такую привычку когда возвращался на родину стрелял из пушек чтобы все знали что он вернулся и на этот раз сделал так же приказал стрелять из пушек с всех своих кораблей услышав царь те выстрелы и разгневался не выполняют его указа и сразу же послал стражу схватить нарушителя привели к нему купца почему ты нарушаешь мой указ спрашивает царь я не знал о твоем указе царь я прибыл из другого государства ладно ты не знал но я издал такой указ и прогласил что каждый кто мой указ нарушить будет казнен и теперь должен тебя повесить так и обещал ученому парню с которым может случиться плохое из-за твоих выстрелов я не хочу чтобы ты позволил меня перед людьми скажут что не соблюдаю слова что же царь раз иначе нельзя то повесь меня только сообщи моей жене и дочери что я осужден на казнь пусть они придут повидаться со мной и попрощаются царь исполнил его просьбу когда купцовая семья пришла к царю и дать сказал царь я не слышал как стрелял человек потому что спал в это время прошу тебя простить его царь простил купца затем угостил всех и отпустил домой а что тетюшка сказал взять говорила тебе не покупать никого умнее себя купец понял что парень женился на его дочери обрадовался что нашел себе хорошего ученого зятя дал большой пир на который позвал и отца зятя и они зажили счастлива